Я вам расскажу про особенности питания детей, как можно их скорректировать и как разнообразить двигательную активность. Здоровый образ жизни, правильное питание, профилактика заболеваний – эти словосочетания для многих стали избитыми штампами. Но подобные дни здоровья призваны обратить внимание, прежде всего родителей, на важные составляющие, благодаря которым дети могут избежать различных заболеваний. Впрочем, в процессе активное участие принимают и маленькие зрители, благо многие вещи подаются в игровой форме. Ты проснулся, у тебя сейчас завтрак. Давай мы с тобой составим твой завтрак из продуктов, которые имеются на столе. Кукурузу. Так, молодец. Что еще? Так, у нас тут кассирит кашу. Кашу. Организаторы подобных мероприятий, врачи детской поликлиники, определяют их формат как лекцию-мастер-класс, обучая различным доступным в домашних условиях практикам. Например, врач-офтальмолог Нурлана Аскерова показала ряд упражнений, направленных на профилактику нарушений зрения. Вон там красный дом. А теперь на рисунок. Вон там красный дом. То есть мышцы работают вблизи и мышцы работают вдали, да? Вот так где-то 5 минут нужно делать. Выбор врачей, которые выступают перед детьми и родителями, не случайен. Сотрудниками поликлиники ведется статистика заболеваемости, и они специально делают акцент на профилактике тех или иных проблем со здоровьем. Идет очень большое количество заболеваний опорно-двигательного аппарата у детей. Это связано с тем, что сейчас, как бы сказать, очень мало детишки занимаются спортом. На втором месте это у нас заболевание глаз. Это, например, как сказал доктор, близорукость, проблемы, астигматизм, проблемы. Нездоровье проводится на постоянной основе и не только на базе детской поликлиники, но и в учебных заведениях. Врачи отмечают, что подобные лекции и мастер-классы весьма популярны у молодых людей. Сейчас молодежь очень любит вести здоровый образ жизни. Все читают интернет-источники, все знают, что такое правильное питание, все знают, что такое физическая активность. То есть у нас популярностью пользуются шагомеры в наших гаджетах. Соответственно, очень подкованы. Намного подкованнее в вопросах детского здоровья наверняка стали и участники нынешнего мероприятия. Максим Козлов, Сергей Ларин, Елена Кошлева. Видное ТВ.